Существует мнение, что видеоиграми увлекаются исключительно мужчины. Мы спешим разрушить это глупое предубеждение. Среди множества выходящих ежегодно проектов однозначно есть те, что понравятся прекрасной половине человечества. В этом видеоролике мы собрали 16 интересных игр за последние несколько лет, которые наверняка придутся девушкам по душе. С вами команда Виджа Таймс, поехали! Что такое клуб романтики и почему об этой игре слышал каждый? Проект, разработанный небольшой молдавской студией Your Story Interactive, позволяет почувствовать себя главной героиней самых разных историй. Есть и детектив, в котором девушке предстоит разобраться, кто же убил ее тетушку. Есть и фэнтези, где наша героиня после смерти попадает в школу ангелов и демонов. Суть игры – проходить истории, проживать их от первого лица. Для этого нужно выбирать ответы в диалогах с остальными персонажами. Если вы пришли в клуб романтики за эротикой, то спешим вас и порадовать, и огорчить одновременно. Секс в игре, конечно, есть, и часто постельные сцены очень красивые и эмоциональные. Но они не составляют суть сюжета. Наоборот, скорее дополняют основную историю и лаконично вписываются в нее. По секрету скажем, что в этой подборке будет еще одна, более очевидная игра от Capcom. Когда мы спросили у девушек, во что они любят играть и услышали про Devil May Cry 5, то сильно удивились. Давайте же разберемся, чем эта игра так могла понравиться прекрасной половине человечества. Причин на самом деле много. Здесь и боевая система, которая позволяет без особых усилий вытворять эффектные трюки, и красавцы-герои на любой вкус, и шикарная стилистика, и не дурной по меркам серии сюжет. В общем, даммам мимо проходить не стоит. Кто не любит хорошее кино? А уж хорошее интерактивное кино от мастеров жанра студии Quantic Dream, абсолютно точно стоит оценить всем геймерам, независимо от пола. Это история о недалеком будущем, где человечество живет бок о бок с разумными андроидами. Поцелуй, мой блестящий взад! Они безропотно делают всю грязную работу. До поры до времени. Убей всех людей! Убей всех людей! Но всегда ли будут работать три закона робототехники? Сюжет расскажет о трех андроидах, у каждого из которых есть собственная цель. Первый пытается возглавить революцию, вторая стать приемной матерью для чужого ребенка, третий поймать их и выдать полиции. Как переплетутся нити их судеб и все ли доживут до финала, зависит только от игрока. Любителям пощекотать себе нервишки добротным хоррором определенно стоит обратить внимание на The Dark Pictures Anthology от авторов Until Dawn. Пока в антологии вышли две игры, Man of Madden и Little Hope. Особой оригинальностью эти интерактивные ужастики, конечно, не блещут. Однако разработчикам точно есть чем удивить. Начиная от гнетущей атмосферы безысходности и заканчивая актерской игрой Шона Эшмара и Уильяма Полтера. Как и всегда, придется искать ответы на загадки, внимательно вчитываться в диалоги и быстро принимать решения. Помните, что всего от одной фразы могут зависеть жизни персонажей и исход всей истории. За 22 года, которые прошли с выхода оригинала, в Resident Evil 2 почти ничего не поменялось ни в сюжетном, ни в геймплейном плане. Чтобы выбраться из охваченного эпидемии Raccoon City, придется решить не одну головоломку, подстрелить не один десяток зомби и встретиться лицом к лицу с ужасным тираном. Я не знаю, чем вы его кормите, но он у вас слишком огромный! Но кто знает, куда приведет расследование? Разработчики подготовили сразу четыре сюжетных кампании за разных героев. Хотя главное, что стоит знать об этой игре, в ней есть Леон Кеннеди, тот самый красавчик в полицейской форме. Да к тому же еще и в высоком разрешении. За скромным фасадом интерактивного сериала про девушек-подростков скрывается одно из лучших драматических произведений последних лет. События игры разворачиваются в октябре 2013 года. После пяти лет отсутствия, 18-летняя Максим Колфилд возвращается в родной город Аркадия Бэй в штате Орегон. Здесь она встречает свою давнюю подругу Хлою Прайс, отец которой погиб в автокатастрофе незадолго до переезда девушки. Хлоя делится историей о своей пропавшей при таинственных обстоятельствах подруги. Вам предстоит выяснить, что же происходит в этом странном городке. Игра доступна не только на больших платформах, но и на Android и iOS девайсах. Так что в нее вполне можно поиграть по дороге на работу или учебу. Существует мнение, что Animal Crossing исключительно детская игра, которая не несет в себе никакого смысла. Знай себе, строй домик, ухаживай за садом да развивай свои владения. Отчасти это, конечно, правда. Да только не стоит забывать, что в первую очередь игра позволяет раскрыться творческой стороне натуры геймера. Наш остров — это наш холст. И только от нас зависит, чем его наполнить. Что тут говорить, когда известный игровой журналист Гэри Уитта даже запустил в игре собственное шоу. В нем он приглашал знаменитых гостей, и они вместе обсуждали актуальные вопросы в виртуальном мире. Не стоит забывать и про главный эксклюзив Nintendo — The Legend of Zelda Breath of the Wild. Конечно, игра далеко не новая. Но это не мешает ей оставаться красивой историей о вечной любви и дружбе. Главный герой Линк приходит в себя через сто лет после великого бедствия. Сегодня что? Вторник. А дата? Пятнадцатая. Чего? Июля. Год, чувак! Тысяча девятьсот шестьдесят девятый. Спасибо! Королевство Хайрул практически полностью разрушено, любимая принцесса Зельда пропала, а верные друзья погибли, сражаясь с Ганноном. Линку не остается ничего, кроме как найти верный меч и отправиться на битву с демоном. А еще здесь безумно красивый и атмосферный открытый мир, множество интересных головоломок и отличный сюжет. За что мы любим игры Бетеза? Дай-ка угадаю. Кто-то украл твой сладкий рулет. За огромный проработанный открытый мир? Да. За огромное количество самых разных квестов? Однозначно. За возможность отыгрывать любого персонажа, хоть обычного человека, хоть великолепную эльфику, хоть прямоходящего котика. Еще бы! Некогда в Скайриме было много бабочек. Теперь их не так много. Так почему бы не сыграть вместе с друзьями? События The Elder Scrolls Online разворачиваются за тысячу лет до The Elder Scrolls V Skyrim, в период междуцарствия. Континент буквально раздирают междуусобные войны, и без вашей помощи конфликт никак не решить. Как-то мы совсем забыли про стратегии, а ведь множество достойных представительниц этого жанра наверняка понравятся девушкам. Anno 1800 как раз одна из таких. Да, геймплейная игра представляет собой классическую стратегию, где необходимо строить города, развивать инфраструктуру и заботиться об уровне жизни населения. Но с каким вниманием к мелочам, с какой любовью разработчики подошли к своему творению? И речь даже не про детализацию мира, а она здесь потрясающая, а про удобный, проработанный и многогранный геймплей, оторваться от которого очень и очень сложно. В этом топе немало игр с красивыми и самобытными историями. И конечно без The Last of Us Part II тут было не обойтись. Многие помнят милую девочку Элли, которая в компании сурового Джойла прошла через всю Америку. Многие геймеры с трепетом следили за слухами о разработке сиквела и гадали кто же станет главным героем. А когда игра вышла, разработчиков едва не смыло волной ненависти. Ругали их абсолютно за все. От левой повестки до несимпатичной героини. Тем не менее злопыхатели не помешали игре собрать множество наград. Откинув все предрассудки, можно сказать, что перед нами история сильной женской личности, мести и прощений. И к тому же безупречно исполненная. Кто не любит Mario Odyssey, тот скорее всего не играл в Mario Odyssey. Кто-то скажет, что это просто классический платформер и окажется прав. Но это классический платформер, созданный Nintendo. А игры от этой компании обладают собственной магией, которая кроется в мультяшной графике, милых пусть и очень злобных противниках, в звуках, с которыми Марио собирает монетки, и конечно же в его коронной фразе. Кто ты? Это я, Марио! Одним словом, если думаете, чем развлечь себя долгими и холодными зимними вечерами, лучше варианта не найти. Еще одна история про девушку, которая вынуждена бороться со злом. В этом мире люди, спасаясь от нашествия пришельцев, бежали на луну, оставив андроидов бороться за землю. Роль одного из таковых мы и будем играть. Бороться нам предстоит тоже исключительно с роботами, так что особых откровений в предсмертных монологах, как в какой-нибудь Assassin's Creed, не ждите. Ага! Большое тебе спасибо за этот вопрос. Теперь у меня есть повод рассказать длинную историю страшным голосом и загадочным тоном. Но как бы то ни было, это безумно красивая, по-своему очаровательная игра, которая без труда увлечет на 20-30 часов. Путешествие в тропическую страну вместе с обаятельным искателем приключений. Мало кто из девушек отказался бы от такого. Правда, стоит учесть, что вместе с вами отправится вечно попадающий в неприятности брат и приемный отец вашего молодого человека. Да и до роскошных пляжей добраться не удастся. Зато будут ураганные перестрелки, головоломные загадки и умопомрачительные виды. Но чего не простишь очаровашке Дрейку? Единственное, мы бы рекомендовали играть на английском языке. Российская локализация страдает от обилия неточностей. Да и в характеры, если честно, наши актеры не совсем попали. В 2019 году состоялся релиз 33 части детективных игр из серии «Досье» Нэнси Дрю. По сюжету новое расследование приводит героиню в Салем, штат Массачусетс, где в свое время проживал судья Джон Хаддорн, инквизитор, возглавлявший печально известные процессы над салемскими ведьмами. В настоящее время дом судьи пытается перестроить его прямая наследница. Да только она умирает, а спустя некоторое время и здание сгорает в пожаре. Кто стоит за этим и какие события связаны с процессом над ведьмами? Это и предстоит выяснить. Напоследок мы оставили Stardew Valley. Это многогранная, пусть местами слегка монотонная, симуляция жизни фермера. В начале игры герой получает в наследство заброшенную ферму в вымышленной долине Stardew. Никаких особых целей нет, только вводные данные, которыми можно оперировать как вздумается. Это светлая медитативная игра с приятной пиксельной картинкой. Любительницы старой школы наверняка оценят. На сегодня это все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. А также обязательно поделитесь в комментариях своей любимой игрой. Не прощаемся. С вами VigiaTimes. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok